Сегодня мы обсудим о том, какие вообще у нас формы ввода данных существуют в такой системе, как FindReport, как можно их использовать в FindBI, какой вообще функционал может быть заложен и использован в этом, скажем, действием этой сущностью. Сегодня мы посмотрим об этом подробнее. В прошлом вебинаре и впоследствии мы покажем то, как вот эту форму ввода созданную в FindReport можно переиспользовать в FindBI для того, чтобы вы вводили значения, как это дальше будет отображаться на ваших дашбордах. Мы посмотрим сегодня на это более детально. Начнем с форм ввода данных, что это вообще за сущность. В BI это вам поможет тем, что вы сможете контролировать те данные, которые вводит пользователь и зачастую не было такого функционала, как ввода данных для отчетности. Когда мы говорим об этом функционале, то здесь у нас возможное добавление каких-то записей, их удаление, корректировки, а также контроль ввода данных, которые вы можете вводить этой формой, чтобы вы чего-то лишнего туда не добавили. FindReport, этот функционал достаточно удобно сделан и понятно, потому что форму ввода вы можете сделать любую, какую вам необходимо. То есть в этом инструмент вас не ограничивает. И в зависимости от того, насколько у вас высокий навык владения и создания форм ввода, вы сможете сделать достаточно подробный детальный функционал. Допустим, это параллельный ввод данных, либо же последовательный, что какой-то сотрудник ответственен за ввод данных верхнего уровня, потому что сотруднику, а дальше вы, как руководитель отдела, можете добавить свои какие-то комментарии, править данные, и тем самым передавать одну форму ввода и дополнять данные в зависимости от того, кто взаимодействует с этой формой. То есть здесь тоже такой version control и права доступа, которые вы можете назначать на форму, они достаточно гибкие. Теперь, когда мы говорили про контроль значений, здесь тоже нам достаточно такую важную опцию, это влияет Data Validation. Здесь вы можете проверять те значения на корректность их введения, на тип данных, который у вас отображается, после чего вы можете подтвердить значения по этому алгоритму и тем самым отправить ваши данные в ВАЗу, либо же куда-то во внутренний формат хранения Fine Reporter. В результате вот эту форму ввода вы можете переиспользовать в каком-то другом формате, например, в Word документе, либо же в каком-нибудь выгрузке Excel, которая точно так же будет повторять вашу форму ввода, но при этом будет иметь заряд заполненных данных, все ваши строки, и как это может быть выглядеть, мы посмотрим более позднее. Теперь, какие можно реализовывать кейсы в рамках работы с формами ввод данных? Ну, прежде всего, это добавление и удаление новых строк, корректировка уже имеющихся значений, например, как в данной форме, вы можете это кликнуть, например, на плюсы, добавить новую строку данных, ввести какие-то новые поля, после чего вы можете подтвердить ваш ввод и у вас отправится в данных. То есть такой бач-импорт, что сразу вы можете ввести несколько строк и подтвердить значение данных, не от каждой по одной строке, а сразу несколько, либо в зависимости от того, какая логика формы у вас заложена в отчете. После чего вы можете настроить форму ввода в качестве таких вот полей множественного выбора, например, у вас есть какие-то параметры, в зависимости от которых у вас будет дополняться форма ввода, либо же параметры, которые у вас запишутся в данных, например, вот здесь метод оплаты, payment method, вы можете выбрать тот, который у вас уже предзаготовлен и у вас отправится значение в базу. Также у вас возможен выбор опции в качестве drop-down действий, вы можете выбирать те же даты, и все это выглядит достаточно интерактивно, понятно и легко не перепутать с теми данными, которые вы хотите отображать. И последним примером то, что у вас может отображаться в форме, это какие-либо вычисления, то есть здесь вы можете ввести данные в качестве вот этих значений полей, после чего у вас будет рассчитываться какой-то новый показатель, либо же измерение на основании этих данных, и вы его интерактивно сможете увидеть, как у вас рассчитается значение третьего поля в вашем отчете. Например, здесь представлены различные параметры для сравнения эффективности на предприятии, и после чего у вас может сложиться один рейтинг, итоговый балл, например, это здесь overall rating. Что у нас также есть в формах ввода? Это, во-первых, создание различных форм представлений, то есть это могут быть как простые карточки, как вот я показал сейчас недавно, так это могут быть достаточно большие и сложенные реестры, это же опять последовательный параллельный ввод данных, что часть пользователей будет видеть только конкретные элементы, а остальные пользователи, в зависимости от присвоенных прав, будут взаимодействовать со всеми элементами формы ввода и смогут контролировать, даже удалять записи из базы. Помимо этого, вы сможете фильтровать и отображать форму ввода в зависимости от выбранных параметров в вашем отчете, то есть в зависимости от того, какой вы выберете элемент, у вас также форма ввода может поменяться. И в этой логике вы можете прометризировать значения вплоть до того, что у вас будет совсем другая форма ввода, и вы сможете так реализовать множественный выбор форм, если вам это понадобится. Перед тем, как данные отправлять в качестве одних из таких методик для проверки данных, для грамотности данных, вы можете сделать алгоритм, который будет сверять ваши данные и типы с эталонными значениями, после чего вы сможете отправить их в базу, и тем самым у вас добавятся новые строки, которые вы можете переиспользовать либо в своей аналитике, либо при помощи SQL как-то анализировать данные, либо просто переиспользовать данные для построения отчета в Find BI. Также, как я уже отметил, вы можете сделать отчет аналогичный, как в вашей форме ввода в качестве PDF, получить его в формате картинки, в формате Word, Excel, и он полностью будет идентичен той форме ввода, которую вы имели ранее. То есть, как вы ее в отчет заложите, так и будет отображаться в этих трех форматах документов. То, что тоже может быть для вас очень наглядно, понятно и удобно для того, чтобы вы смогли показать другим пользователям. Теперь поговорим о том, в принципе, как создать форму ввода, как начать разработку. Для этого вам необходимо настроить подключение к базе данных или же источнику, если это Excel, либо какой-то другой внутренний формат файлов. Вы можете сделать макет формы, как вот здесь две таблицы, в качестве которых вы укажете поля, которые вам необходимо отправлять в базу данных в качестве значений. Это отвечает поле Widget. После чего вы сделаете связку поля Widget к набору значений базы данных, которым будет оно адресоваться. После чего вы можете настроить алгоритм Data Validation, то есть сверки данных, после чего он будет отправляться, либо же как-то вот корректироваться в зависимости от изменения алгоритма и действий. Стоит отметить, что все вот эти формы ввода, они тоже представляются в формате файлов CPT и FRM, то есть вот как Fine Report, и вы можете свободно обмениваться между другими разработчиками, между аналитиками, которые тоже могут разрабатывать формы ввода, тем самым обеспечив гибкость разработки и корректировки изменений. Как именно построить форму ввода, я думаю, сейчас продемонстрирует мой коллега Даниил. В качестве кейса примера мы посмотрим на реализацию формы ввода в факт-плагонном изначении, которое мы сделали в качестве вебинара на прошлом теме. Это создание отчета Fine Report. Я думаю, теперь Данил сможет освежить наши знания и дальше построить форму ввода, чтобы мы смогли ее переиспользовать дальше в Fine BI. Данил, тебе слово. Да, коллеги, всем добрый день. Сейчас я включу демонстрацию экрана. Кажется, сейчас должно быть видно. Да, как Руслан сказал, сейчас в лайв-режиме я продемонстрирую то, как разрабатывается вот эта форма ввода и попутно покажу, как в Fine Report настраиваются фильтры и то, как можно разграничивать права доступа в Fine Report к отдельным элементам нашего отчета. Для начала мы подключаем те данные, которые были уже использованы нами в прошлом вебинаре. Это опять же вот этот плановый анализ. Создадим датасет. Здесь из базы данных вебинар мы подтянем все строки из таблицы PlanFact. И для удобства отсортируемся по полю дата. Посмотрим. Вот такие данные у нас будут тянуться. Данные по магазину, по дате, по категории, подкатегории. И также значения плановые и фактовые для конкретной строки. Нажимаем ОК. Видим, что у нас создался датасет наш. И давайте для начала разработаем детальную таблицу, где мы можем видеть все данные, которые у нас уже есть, и динамически отслеживать то, какие данные у нас добавляются. Потянем на наши поля все значения. Подготовим все для нашей детальной таблицы. Немножко сделаем пошире некоторые поля, которые требуют больше места. И заголовок у нас будет детальная таблица. Все выровняем по центру. Сделаем границу таблицы. Заголовок покрупнее. Где-то 14. И зададим background color какой-нибудь такой. Так, детальная таблица у нас готова. Предлагаю сразу же продолжить и добавить две небольших вот таких формы ввода на наш отчет. Для начала добавим форму для планового значения. Здесь у нас будут данные такие. Равним все по центру. Жиль нам чуть подкрупнее. Оформляем наши таблицы, оформляем наши плашки для форм ввода, чтобы это все смотрелось более наглядно. Смотрите, получается, мы подготовили вот такой заготовок для формы ввода. И вот в эти ячейки, которые находятся под названиями полей, нам нужно добавить виджеты. То есть это те элементы, с которых впоследствии мы будем тянуть данные и добавлять их в базу данных. Для магазина мы будем использовать выпадающий список drop-down box со следующими данными. Из базы данных вебинар, таблицы PlanFact и информация о магазине. Для даты у нас будет выбран виджет Date. Для категории у нас будет выбран опять же drop-down box с данными о категории из таблицы PlanFact. Отображаться у нас будет категория. Для подкатегории также у нас будет выпадающий список с одним лишь отличием, что подкатегория у нас зависит от категории. Поэтому мы здесь пишем следующую формулу, где мы будем выбирать категорию. Такое, что категория будет равна значению, которое у нас записывается как раз-таки в предыдущей ячейке C3. Таким образом мы обеспечим вот эту необходимую нам зависимость. Нажимаем ОК. И для плана у нас будет использоваться числовое поле. Так, строим ячейки. Теперь нам нужно сделать точно такую же формулу для ввода фактического значения. Напишем здесь, видите, фактовое значение. Здесь у нас будет не план, а факт. И единственное, что нам нужно поправить, это подкатегории в Data Dictionary здесь формуле исправить C3 на C7, потому что это уже будут новые ячейки, новые данные. Так, я вижу, что все должно быть хорошо. Следующее, что нам нужно сделать, то есть мы сделали такой заготовок двух форм ввода, а теперь нам нужно обеспечить вот именно эту связь вот из этих ячеек в нашу базу данных. До этого переходим во вкладку Template и настраиваем Data Entry Attribute. Первое виджет у нас будет тянуть в базу данных вебинар план-факт и в какие конкретно строки. Нам нужны все строки, то есть магазин, дата, категория, подкатегория и план. То есть факт мы убираем, оставляем план. Теперь выберем из каких ячеек будут тянуться значения в нашей колонке. Для магазина это, соответственно, А3, для даты B3, категория C3, D3 для подкатегории и для плана у нас значения из Е3. Нажимаем ОК. Теперь нам важно отметить ключевые поля в нашей таблице. Это нужно для того, чтобы отслеживать уникальные строки, чтобы мы, например, при добавлении нового фактового значения либо записывали в уже существующую строку, например, с плановым значением, либо же создавали новую. Для нашего, в нашем случае, ключевыми полями будет являться все, кроме значения плана. То есть у нас, соответственно, новые строки будут различаться по вот этим вот четырем полям. Добавим сразу же вторую форму. Я сделаю это чуть побыстрее. Опять же, у нас будут все значения, кроме плана. Выберем ключевые поля, все требуемые. И добавим, скажем, что у нас будут тянуться значения из ячеек А7, Б7 и так далее. Кажется, что все хорошо. Нажмем ОК. И давайте протестируем, сохраним это в эту папку, назовем Live и нажмем просмотр. Да, видим, что у нас появилось то, что мы, соответственно, разрабатывали. Давайте посмотрим. Секундочку. Я, кажется, нажал просмотр не Data Entry, а просто страницы. Да, здесь замечание, что нам нужно нажимать просмотр именно Data Entry Preview. Открывает, соответственно, наша таблица. И давайте посмотрим, действительно ли мы можем вводить наше значение. Давайте выберем Shop 1, дата 1 сентября, категория, пусть у нас будет Office Supples. И под категорию, давайте, которой у нас еще нет, пусть это будет Labels. И введем плановое значение. Допустим, у нас план на 1 сентября 150 тысяч. Нажмем Data Validation. Видим, что все данные введены корректно, все типы данных соблюдены. И нажмем Submit. Обновим страницу и увидим, что в вкладку Office Supples в подкатегории Labels записалось наше плановое значение. Давайте сделаем то же самое с фактовым значением. Допустим, у нас к моменту на 1 сентября в Labels у нас было продано фактически на 200 тысяч. Нажмем Submit, обновим страницу и видим, что действительно значение записалось. Все работает корректно. Следующее, что мы покажем, это то, как работают фильтры в Fine Report, как их вообще настраивать. Допустим, такой кейс, что у нас заходит менеджер, и он не хочет видеть всю детальную таблицу. Он, например, отвечает только за первый магазин, за конкретную категорию, за какие-то там товары. Поэтому он хочет фильтровать нашу таблицу. И фильтры в Fine Report настраиваются двумя способами. Это фильтры на уровне датасета и фильтры на уровне книги. Мы покажем то, как настраиваются фильтры на уровне книги. Для этого заходим в вкладку Template и выбираем Template Parameters. Добавим параметр с названием Shop, добавим параметр Date, параметр для категории, назовем его Cut для краткости, и Subcut для подкатегории. Нажимаем ОК. И теперь давайте добавим эти наши фильтры на наш отчет. Зайдем на вот этот вот верхний, на хедер, и добавим сюда вот кнопочкой Add All. Добавляются все фильтры. Настроим виджеты, то есть Shop у нас будет выпадающим списком, Data у нас будет, соответственно, датой, категория, выпадающий список, и подкатегория тоже выпадающий список. И сейчас, опять же, нам нужно настроить Data Dictionary, точно так же, как мы делали в таблице, в формах ввода. У нас будут данные для магазина тянуться из таблицы PlanFactShop. Date у нас по умолчанию, чтобы не высвечивалось никакое поле, мы зададим widget value формулой как пустую строку. Это нужно для того, чтобы не заставлять пользователя, который входит, обязательным образом вводить какое-то значение, что может быть здесь и пустая строка. Для категории мы подтянем данные, опять же, с нашей таблицы для вкладки категория. И для подкатегории мы, соблюдая вот эту иерархию категория-подкатегория, добавим следующую формулу. Только вместо ячейки C3 у нас уже будет значение параметра категория. Проверяем формула рабочая, все хорошо. Нажимаем ОК. И вот эту кнопочку подвинем вправо. Назовем ее обновить. Так, кажется, все хорошо. Переходим на редактирование книги. И следующее, что нам нужно сделать, чтобы вот эти вот параметры, которые мы добавили в нашу книгу, чтобы они подействовали конкретно на те визуализации или на ту таблицу, которую мы сделали. Заходим, даблкрикаем по ячейке, которую нужно фильтровать. И говорим, что давайте для вкладки Shop будем фильтровать следующей формулой. Если у нас параметр Shop будет пустой строкой, то есть никакой фильтр не выбран, то никакой фильтр, соответственно, действовать не будет. Это команда NoFilter. Если же какой-то иначе фильтр был выбран, то тогда, соответственно, значение этого параметра будет вписываться в эту ячейку. Добавляем в список рабочих параметров. То же самое сделаем с датой. Заходим в фильтр, выбираем, что у нас будет фильтроваться в поле Data, формулой. И здесь вместо Shop напишем Date. Проверяем, все хорошо, добавляем. Теперь также поступим для категории. Категория у нас будет фильтроваться формулой. Параметр для категории у нас бумажен Cut. Добавим. И последнее это подкатегория. Также настроим фильтр на подкатегорию формулой. Добавляем. Так, кажется, мы сделали все, что нужно по фильтрам. Давайте проверим, действительно ли работает. Запустим Data Entry Preview. Изначально у нас никакие фильтры не установлены. Нажмем обновить, проверим, что вся таблица подтягивается. Да, соответственно, никакие фильтры не были установлены, вся таблица тянется. Давайте посмотрим данные условно, наверное, давайте только по 1 сентябрю. Нажмем обновить, и мы видим, что у нас у 1 сентябрю есть план факта. По первому магазину, по второму магазину у нас ничего не добавлено, соответственно, ничего и не тянется. Таким образом мы показали то, как действуют фильтры, темплейт фильтров в FineReport. И последнее, наверное, что я хотел показать, это то, как разграничивать права доступа. Допустим, у нас такой кейс, что плановое значение могут вводить только условно там менеджеры старшего там звена, а младшего звена менеджеры плановые значения вводить не могут. Соответственно, нам нужно эти права доступа разграничить. И сейчас я покажу, как этот функционал здесь реализован. Все довольно-таки просто. Для этого нам нужно выбрать во вкладке Template Edit Permissions, настроить наше разрешение. И, допустим, давайте вот эту таблицу, часть, вот это плановое значение, которое я выделил, допустим, для джуниор, там, для младших специалистов, она будет невидима. Соответственно, я отжимаю вот этот Cell Visible конкретно для джуниор-специалиста. И давайте сохраним и посмотрим. Конкретно это смотрится, и если мы добавляем нашу форму ввода уже на платформу менеджмента, то выглядит это следующим образом. Сейчас мы находимся на аккаунте администратора. Давайте добавим в директорию Webinar 7 наш отчет. Давайте в Webinar 7 добавим отчет. Live. Добавим его как Data Entry. Зайдем в директорию. Вот, мы видим, что на нашей системе Decision Making Platform нам подтянулась вот эта вот форма ввода. Мы можем здесь с ней работать. Опять же, здесь точно так же мы можем применять все фильтры, посмотреть на наши таблицы, вводить форму ввода. И давайте сейчас зайдем с аккаунта младшего менеджера. Это у нас предподготовлен аккаунт Джонни. Зайдем. Заходим в Webinar 7 на нашу форму ввода. Нажимаем обновить, смотрим. Действительно, плашка планового значения от Джонни скрыта. В то время как, например, для специалиста, который имеет более высокий ранг в нашей системе, заходим в Webinar Live. И мы видим, что для него как раз-таки плановое значение и таблица планового значения есть. И, соответственно, он значение плана может вводить. Кажется, это все, что я хотел показать. Как, соответственно, мы разработали форму ввода, настроили фильтрацию. И я показал то, как в FineReport настраиваются различные права доступа для пользователей различного уровня, различных направлений. Передаю слово Руслану. Заканчиваю пока с экрана, пожалуй. Руслан, тебе слово. Спасибо. Давайте тогда сейчас я продемонстрирую оставшуюся часть. Это интеграция форма именно уже в систему FineBI. Когда мы разработали ее в FineReport, нам интересно посмотреть ее вместе с нашим таким вот скопом остальной отчетности. Это могут быть другие тэш-борты, визуализации, действия. И мы хотим ее как-то между собой повязать, чтобы мы могли поменять какие-то данные в базе, и после этого посмотреть, как это у нас отобразится на дэш-борде. Например, это полезно очень для того, чтобы вам фактового анализа, либо же каких-либо анализов, что если. И тем самым вы сможете реагировать на изменения данных и контролировать его на визуализации. Как это, собственно, делается? Для того, чтобы добавить вот эту форму вводу, вы ее сделаете сначала, тот же самый вот DataConnection данных, который, получается, он подсоединяется. Это может быть какая-то база данных, учетная система, либо же файлы Excel в формате того же Spider, либо же DataFineReport. После чего вы можете скопировать эту форму ввода из каталога, где он находится на сервере FineReport в вашей папке, это ReportLets, после чего переместите его в такую же папку, только на сервере FineBI, и тем самым вы сможете добавить ее уже в качестве отдельного сущности отчета, в качестве DataEntry. Теперь, когда вы перейдете на вкладку Directory, вы сможете выбрать этот темплейт и получите вот ту же самую добавленную форму. Как это сделать, я сейчас покажу на примере сервера. Если я переключу демонстрацию, то я уже могу смотреть на сервер, который идет FineBI. Здесь я выберу конкретный каталог данных, который вот сейчас покажу, что это действительно FineBI, что здесь есть различные источники, вот там self-serve датасеты. И если я дальше перейду на вкладку Directory, я смогу выбрать этот сущность, DetailEntry, которую сделал Данил. После чего у меня точно так же откроется форма ввода. Я теперь могу здесь фильтровать мои данные. У меня все это вот так же само отобразится в зависимости от выбранных значений. После чего я могу выбрать здесь конкретные сущности в качестве фактовых значений, плановых, а также назначить какие-то категории. После чего я могу ввести здесь значение, например, вот такое. Здесь я введу по тому же самому магазин, допустим, Shop1, дата 30 сентября. После чего у меня отобразится это на такой интерактивной панели. Данные я перед этим проверил. У меня действительно все введено правильно. И теперь я их могу засубмитить, то есть отправить в BD. При обновлении страницы у меня теперь отдельно появилась транзакция, которая отвечает как раз-таки за выбранные значения. И дата здесь 3 сентября. После чего я могу этот отчет экспортировать в качестве PDF, в качестве отдельного отчета Excel, либо же картинки, либо Word документа. Word документ выглядит у нас следующим образом. То есть он полностью повторяет структуру изначального отчета. И то, как именно у вас будут отображаться данные при выгрузке, вы сможете ознакомиться уже впоследствии, когда у вас сделается такой формат. То есть у меня точно такое же получается фактовое значение. У меня вот эта форма ввода для плановых значений. Вот у меня пришла детальная таблица с выведенными значениями. То есть это сделала сама система. Мне нет необходимости как-то это корректировать, либо видоизменять. Что тоже удобно, потому что я могу поделиться этими данными с моими коллегами, у кого нет доступа к системе. И они точно так же обеспечатся доступом к аналитике на таком бумажном носителе при необходимости. На этом, собственно, у нас в качестве демо-показа все. Я думаю, теперь можем ответить на вопросы. Теперь я вижу такой интересный вопрос. Зачем, собственно, нужен такой продукт FineReport? Зачем нужны формы ввода, если у нас есть уже какая-то система KISS, либо же исходная система. Такие же, например, как SAP. В чем удобство этой системы? Что здесь вы можете вне зависимости от, скажем, принадлежности к вашему IT-отделу, который зачастую ответственен за введение всех этих систем, взять и как-то повлиять на конкретную таблицу, которая будет адресована только для проведения анализа. То есть вы как аналитику имеете свою какую-то небольшую табличку, в которой вы сможете сделать вот те же самые формы ввода. Вы сможете проводить аналитику данных, вы можете контролировать отображение значений. Тем самым вам не обязательно брать и как-то опросить это все тех же самых IT-служб, чтобы они вам настроили эти шапки, какие-то отчеты в SAP, которые тоже долго и сложно сопровождать, а вы это сможете сделать сами, своими силами, более-менее с такими небольшими трудозатратами. В Word-документе можно добавлять шапку отчета, и, например, куда-то в качестве детализации отображения отчета на последнее число, либо же какие-то еще дополнительные опции, но это уже отдельная тема, как это настраивается. Тоже такой функционал выгрузок, он достаточно подробный и интересный. И все это идет без коробки, без каких-то дополнительных модулей. Это все доступно в системе FineReport. Да, рассылать это тоже так можно по отчетам. То есть здесь вот есть такая опция, это в качестве, например, e-mail. Давайте я сейчас продемонстрирую ее. То есть вот эту форму ввода и сам данные, которые у вас получились в отчете, вы точно так же можете отослать потом на почту вашим коллегам, например, нажав сюда e-mail. Вы сможете выбрать получателей, которые у вас, скажем, принадлежат серверу FineBI. Вы сможете выбрать, кому именно на почту будут отсылаться эти отчеты. Вы сможете сделать вот здесь те письма, написать, что это конкретно за отчет. И как-то добавить туда детализацию, чтобы будете подсоединять, например, картинку, либо еще какие-то данные. Так, по видам лицензии здесь точно такие же, как для системы FineBI. Это Developer и Viewer. Но для того, чтобы работать с системой в качестве создания форм ввода, вам понадобится лицензия Developer. Отдельно за, скажем так, прайсом, сколько это стоит, можете обратиться на нашу почту. Это info.sobaka.ru. Коллеги вам более подробно расскажут о лицензировании этого продукта, различных вариантов его приобретения. Здесь, да, есть такая, скажем, защита от дурака. Если мы введем строку два раза, у вас она будет просить, скажем, какой-то уникальный идентификатор по строкам, которые вы будете бивать новые значения. Например, если сейчас ввести какие-то данные, здесь то же самое, по тому же магазину, который у меня уже заведен. Давай сейчас уберу другой. Например, я хочу перебить значение факта на 9500. После чего я могу проверить данные, нажать C1. Здесь обновить. И видите, у меня точно так же по этим уникальным идентификаторам магазин, категория, подкатегория и дата, у меня поменялось правило значения факта. Это может лечиться таким образом, что вы создадите какой-то другой уникальный идентификатор, который будет добавляться каждый раз при создании новых транзакций. То есть у вас это тоже можно на уровне данных править. Это не просто будет какой-то хаос-анархия с тем, что у вас пользователи постоянно спамят данными в BD и дополнительную нагрузку составит. Вы сможете это контролировать и прописывать по конкретным алгоритмам, условиям и, скажем, более детально это как-то отображать. Ну и в целом пока отмечу, что тот же самый кейс, когда мы хотим добавлять значение в запись, это можно учесть в качестве разработки формы ввода. Вы можете прописать, что в алгоритме у вас будет не меняться значение, которое вот текущее, как я вот сейчас показал этапом ранее, а у вас будет оно добавляться к сумме или в качестве какого-то другого значения будет вычисляться в зависимости от выбранных критерий. То есть если бы я, допустим, выбрал здесь отдельное фермище и вот сделал дашборд обновить, у меня бы появилась, допустим, какая-нибудь другая форма ввода. Это тоже система позволяет, и тем самым вы можете контролировать отображение и в целом вот так влиять на гибкость работы с этим инструментом. Субтитры создавал DimaTorzok